Бонит Палель Давайте помолимся Мы решили пройтись по темам которые важны для нас как для общины и мы уже начали говорить на те темы в которые мы верим и как мы смотрим на различные вещи и у меня осталась очень простая тема последняя это воскресение из мертвых вознесение на небеса царство небесное очень простые вещи в которые мы и так верим и все понимаем я попытаюсь за 10 минут все быстро объяснить потому что на самом деле эти вещи менее важны для нас чем то что мы сегодня услышали от Ильи есть вещи в священных писаниях что есть миллион деот и каждый халкит цудек которые каждая тема имеет несколько мнений и каждый по-своему прав я сказал миллионы мнений и люди правы только в небольшой части но то что он сегодня учил что наша вера должна быть в Бога в Его Сына и мы должны понять что наша вера должна дать нам прорыв не только в физических вещах не физические вещи помогают нам прорваться через какую-то проблему но только вера в Бога и когда мы молимся и имеем отношения с Богом тогда наша вера возрастает и это то что очень важно и что мы учили в прошлых неделях кто ты такой ты человек или ты нечто что даже не хочется называть человек это который стоит на своем слове который честен и который верит в принципы священных писаний который верен Богу верен в своей семье который может быть милостивым и жертвенным и такой человек всегда получит благословение с небес а что связано с теологией нам это очень любопытно но эти вещи меняются потому что мы можем получить какие-то новые знания и поменять свои взгляды кто-то мог что-то нам сказать и повлиять на нас но после года двух лет мы можем вернуться к своему мнению я хочу сегодня коротко говорить на тему вознесения слышали такое слово о миллениуме о воскресении из мертвых и о вече о суде мира есть огромные тама книг написанные про это и я многие из них не читал но кое-что читал с некоторыми вещами согласен с некоторыми нет а когда я читаю в священных писаниях есть такие вещи как я в один день верю одному на следующий день меняю свое мнение потому что по моему мнению то что Ильяна сегодня учил это намного важнее для нашей каждодневной жизни но также и моя тема должна привести нас в то место которое мы ищем о котором мы молимся но знаете прежде всего что связь с Богом и наша связь наша связь с людьми вокруг нас это то что на самом деле имеет значение я хочу сказать несколько слов про вознесение кто слышал это слово вознесение есть некоторые доктрины которые учат о том что будет время скорби это будет 7 лет и некоторые люди верят что вознесение будет до периода скорби кто-то верит что это будет посередине после 3,5 лет я хочу спросить вас кто из нашей общины вообще думает про это где-то около 10 людей я не думаю я не думаю про это еще вопрос кто из вас верит что вознесение будет будет до периода скорби 4 человека это хорошо я могу сказать это хорошо всегда хорошо быть оптимистами и кому нужен этот балаган кто думает что это будет посередине а кто думает что в конце 2 3 3 3 4 5 6 восхищение верующих или восхищение 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 верующих я хочу вам сказать кое-что он сказал ничего не будет я хочу вам сказать когда изучают тяжелую теологию есть один принцип есть один или два места Писания что на одном или двух стихах невозможно построить доктрину и про вознесение есть только два стиха в священных Писаниях Леон так думает если вы думаете по-другому это нормально но я так думаю что эти два места они больше как намек чем про возглашение апостола Павла о том как мы будем вознесены на облаках я учил уже где-то год назад на эту тему и в двух словах я хочу вернуться в еврейской литературе в очень древней литературе были рассказы про рассеяние о рассеянии десяти колен вы помните что все царство израильское десять колен были рассеяны и люди говорили и об этом много написано что те которые были рассеяны в самые дальние места за какую-то мистическую реку которая название Самбатион написано что когда придет Машиах написано что Бог приведет праведников даже которые находятся за рекой Самбатион и они примут они встретят Мессию как царя царей в городе Иерусалим когда мы читаем в Новом Завете наши переводы что вот этот момент когда написано что мы будем вознесены на небесах и вовеки вознесены на облаках и прибудем с Богом вовеки это противоречит центральному месту в священных писаниях что в конце времен будет воскресенье из мертвых а все будут на земле а часть будет на небесах на облаках во время дождя будут ручкой махать будет дождь не важно я несколько раз сегодня буду говорить об этом стихе во втором послании Петра там написано в первом послании Петра во втором послании Петра во втором послании Петра и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших зная прежде всего то что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой тут написано что у нас есть много пророчеств но сами по себе мы не можем толковать эти пророчества если мы вспомним когда Израиль находился в Вавилоне только в конце пророк Даниэль получил руководство от Духа Святого и нашел в Писаниях то что закончилось 70 лет было так сложно просто взять календарь посчитать когда Навуха Даносер забрал евреев Вавилон и отсчитать 70 лет или взять айфон или поставить будильник на 70 лет вперед чтобы он тебе прозвенел но это не работало это сработало таким образом что Дух Святой побудил пророка Даниэла и еще некоторых пророков провозгласить что закончили 70 лет или во время все уже поняли что он есть Мессия но тогда они хотя поняли они все равно пришли к нему и сказали если ты Мессия то где пророк Илья потому что написано в пророках что до Мессия сначала придет Илья и тогда Ишуа растолковал им Священные Писания он сказал что Иоанн есть Илья а вы его не узнали но все знали Иоанна но в тот момент они не поняли кто он и глаза были закрыты и что связано с Вознесением будет ли это так как мы верим или как мы понимаем или как мы это выучили тут я к сожалению должен сказать вам что учение что вознесение будет до скорби или посредине это относительно новое учение и это учение развилось в Соединенных Штатах во времена парня которого звали Дерби это был где-то 1830 год где-то только 200 лет назад и верующие в Ишуа даже несмотря на то что они верили что будет временное вознесение на облаках то есть то что они будут как экскорт Машиах чтобы подняться на облака и с ним спуститься на землю как написано что когда Ишуа вознесся на небесах было написано что с облаками свидетелей он был и таким же образом с облаками свидетелей он спустится вниз всегда понимали что это будет после лет скорби это немного разочаровывает но все еще объединяет Израиль и настоящих верующих что нет такого что происходило с Израилем не происходило с верующими во всем мире и нет такого что происходит с верующими во всем мире не происходит с Израилем поэтому этот вопрос вознесения немного проблематичный мне кажется, что если это будет, это будет в конце лет скорби и вы знаете, что последние 30-40 лет развилась доктрина преуспевания кто слышал про доктрину преуспевания? ее идея очень проста если ты сегодня пожертвуешь 100 шекелей то ты по дороге домой найдешь такой кошелек набитый деньгами и там будет и ты сделаешь вид, что ты его не заметил и не вернешь смешно, да? это вот такая и есть эта смешная доктрина в этом мире если мы хотим преуспеть нам нужно не быть лентяями если у нас есть способность рисковать так у нас есть шансы преуспеть 50 на 50 и если Бог хочет но если Он не хочет если Он хочет чтобы ты был посередине и плюс-минус Мелых Шеломо Мелых Шеломо Соломон говорит так не дай мне быть богатым и не дай мне быть бедным Мелых Шеломо это, как говорится, Ассав он говорит что это формула для 99 людей всего человеческой потому что те, которые богаты и которые становятся, как Илья сегодня учил, как фараон или как сыны Содома и Гаморы которые были очень богаты и не хотели помогать другим людям тогда приходит на них суд но если ты такой богатый, как этот парень который держит Майкрософт или как автор книги Гарри Поттер которые практически весь свой доход раздали на благотворительность я думаю, что они исполнили свое призвание быть богатыми людьми вы понимаете то же самое здесь нам не нужно верить в какой-то несуществующий кошелек или ждать, что вдруг завтра будет вознесение нужно быть честным человеком в этом мире и нужно уповать на Бога и на Его Сына и нужно найти счастье в своей жизни что ты верующий что ты верующий и что в тебе горит огонь и ты чувствуешь Бога и как мы сегодня читали и пели вместе дикли мне достаточно быть твоим сыном или дочерью или как хорошо мне пребывать в твоем доме тоже написано а я перевел это хорошо мне быть домом для тебя что он хайби даже несколько толкований есть простой песни второй пункт на сегодня миллиониум миллиониум или тысячелетнее царство небесное здесь на земле во-первых, центральная молитва священных писаний от Отче наш кто помнит там есть такие слова да придет царство твое на земле как на небе это тот же намек сегодня когда мы молились молитвой Амеда и Дима нас вел там написано ты Бог хранящий верность в покоящемся в Апрахе и что мы верим что в один день будет восстановление и мы учим об этом но откуда взялась эта идея царства небесного здесь на земле в Бытие глава первая и вторая написано про шесть дней творения и про день отдыха кто помнит есть такое выражение в Танахе что для Бога тысяча лет как один день и один день как тысяча лет и оттуда взялась идея что Бог приготовил для каждого человека семь тысяч лет две тысячи которые называются мрак хаос что все встает на какое-то место две тысячи лет следующие это время Торы дополнительные две тысячи лет это время Мессии и еще тысяча лет это время миллениума когда связан сатана и когда есть рай на земле и на эту идею тоже есть много толкований когда будут эти тысячи лет были ли они уже может быть они были где-то местным образом или они должны быть в будущем и должны быть во всем мире и есть такие выражения что в это время будет первое воскресенье и что Иешуа и особые праведники будут жить вечно среди простых людей как мы и часть будут жить в вечности в славе а часть будут как мы возможно без греховной похоти написано что грешащий когда ему будет сто лет умрет я своей головой трудно мне воспринять все эти вещи и мне очень сложно полностью полагаться на одну из этих доктрин если вам интересно хазру הבית вернитесь домой наберите в гугле и вы увидите столько много толкований я предпочитаю открыть второе Петра и сказать что есть об этом пророчество но я не понимаю это пророчество до тех пор когда пророческим образом Дух Святой нам не объяснит это я помню что в нашей общении тут и там были разные споры на эту тему и мы говорили об этом с Димой и с Исааком и с Виктором говорили и у каждого есть разные мнения и я еще говорил со многими людьми которых я уважаю и у каждого есть свое мнение и каждый открывает священные писания и говорит так написано вы слышали про такую вещь как юбилейный год слышали? вы знаете почему в Израиле сейчас не празднуют юбилейный год я думаю что Игорь скажет нам он говорит нам потому что банки не хотят что мы не хотим не хотим сломать нам это мошканта естественно у Игоря есть свое толкование почему нет юбилейного года и даже наши религиозные братья знаете что они говорят про это когда придет Маших он нам все объяснит вы помните что в книге Израиле когда народ Израиля частично вернулся из Вавилона в Израиль там была группа людей которые говорили что они священники но мы потеряли по дороге Таудат Зеут а наш архив сгорел в Варшаве помните что им сказали он говорит что восстанет пророк они сказали именно этот пророк имеется в виду Маших и он тогда объяснит кто есть кто я думаю что такая вещь как миллениум нам даст стоит прочитать даже очень хорошо прочитать и искать потому что это открывает наше сердце и нашу голову для Святого Духа но сказать точно что будет именно так это проблематично кто из вас любит здесь германскую колонию здесь Хайфи вы знаете кто построил как она образовалась в 1830-м или 40-м году начали сюда приезжать верующие из Германии тамплиеры не католики а протестанты с полной верой что из-за того что во всем мире происходили разные катаклизмы были войны во всем мире был Наполеон в Америке была война за независимость были очень много землетрясений были разные эпидемии холеры и очень многие люди умерли и эти ребята открыли Матфея в 22 главу и сказали в таком количестве войн еще не было не было столько землетрясений и смертей и разных эпидемий не было так естественно это уже конец и поэтому они приехали в Израиль и они создали эту германскую колонию и также в Иерусалиме в ожидании что скоро придет Иешуа а после того как уже прошло много времени они сказали скорее всего мы ошиблись в наших расчетах они построили дорогу с Хайфу в Яфу и в Иерусалим и также с Хайфу в Нацират и они построили город который назвали Галилейский Вифлеем в Иерусалим и в Адакшав Анашим что мы виновим в истории Иерусалим и мы говорим что сейчас тамху леитпадхут аттедит шел Иерусалим в дният Аквишим и люди которые понимают историю говорили что уже тогда они хорошо поработали для того чтобы сдать основу дорог в Израиле и это привело к развитию будущего Израиля аз милениум милениум аз ихад ме шева элафей шана один из семи тысяч лет дугма шел шавуа это пример той недели но в мистическом иудаизме есть еще цифра восемь и когда рисуют пишут цифру восемь аз аз умрем ше аз гилгул абаз машу ницхи тагия говорят что лединамика шел аз 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 следующий круг это будет нечто вечное и мы не до конца понимаем где мы находимся в каком месте аз 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 я думаю что очень правильно нам уповать на ясное руководство священных писаний что хорошо для тебя человек кто помнит что Михей написал быть простым человеком без гордости не как фараон не думать про себя слишком много быть человеком который помогает другим и прилепляется к Богу это очень простые вещи но в современном веке очень многие люди пропускают эти простые вещи сейчас я хочу говорить про самое простое воскресение из мертвых и суд всего мира две простые вещи мы уже выучили что значит воскресение из мертвых я говорю и я вас никуда не привожу потому что нам не нужен ясный ответ кто узнал Бога мы на этом пути находимся чтобы узнать его и научиться от него и это хорошо когда есть слишком много вопросов я не переживаю если кто-то понимает по-другому или есть ясное мнение если бы я говорил что-то против Бога или его миссия то это та теология которую нельзя переворачивать но эти вещи которые сложно понять в иудаизме есть такое выражение что у Торы есть 70 лиц поэтому если ты понимаешь по-другому в чем проблема вера воскресения из мертвых это что-то очень основное для еврейской веры я не ошибаюсь когда я говорю что это самое простое очень сложно понять это атеистической рациональной голове но всегда народ израильский понимал что Бог сотворил мир с совершенным образом и очень многие неправильные решения людей разрушили эту гармонию а вера в Бога мы верим в Бога как ворота к Богу как дверь что мы это дверь к открытию следующего мира и через нас Бог приводит другой мир в этот мир и в один день что-то произойдет и все изменится в Откровении 21 главе написано я видел новое небо которое спускается на землю и видел новый Иерусалим это не в космосе это здесь это намек или пророчество на изменение и воскреснуть из мертвых это первая часть из всего этого процесса восстановления когда Адам согрешил он жил еще 970 лет после того как 930 лет перед своей физической смертью потребовалось время для того чтобы разрушить Божье творение и также разрушились косметические вещи и нам трудно понять что это воскресение из мертвых нашего мессии начало обратный процесс и обратный процесс начинался также во время Авраама и Мушей Давида и Пророков но что-то что произошло основное когда Ишу воскрес из мертвых до Ишуа также были люди которые воскрешены из мертвых но они все равно в конце умерли Лазарус Ишуа воскресил его из мертвых но может быть он после 30-40 лет опять умер были люди которые были воскрешены из мертвых во время Пророка Елисей и Ильи Игерет Игерет Эле Евреям в 11-11 написано что жены получали умерших своих живыми мы даже не читаем об этом в Танахе мы только знаем что это происходило но основная точка с Ишуа что он воскрес и он больше не умирал и что у смерти больше нет одним власти и она не могла удержать его он воскрес из мертвых и особенно в Новом Завете часто написано что именно поэтому он принесет жизнь тем которые умерли веря в него это великое обещание для нас что мы приняли его и поверили в него не из-за логического мышления но из-за откровения а откровение невозможно поменять просто Бог признал тебя и поставил на тебе свою печать из-за этой печати внутри ты у тебя внутри есть печать и ты знаешь что посредством святого духа я принадлежу Ишуа он воскрес из мертвых и я воскрес из мертвых не потому что я такой велик но из-за того что он велик и потому что он дал мне эту силу верить в него если мы открываем еврейский сидур и хотя в своей основной массе народ израильский еще не принимает еще как мессию на каждой странице практически в каждом предложении есть это провозглашение из нового завета хранящей верность спящим в апрахе который воскресит их в тот день я просто вижу лицо рав Шаула когда он был еще неверующий в Ишуа и он точно понимал эти обетования и они думали что эти и он думал что эти мессианские они просто секта которая мешает народу Израиля и он хотел совершать гонения на мессианские кемреи бали дамаску с ра и дгалут шум милам музар азоти и дгалут и дгалут и дгалут и дгалут и в один день по дороге в дамаску он увидел откровение это странное слово откровение и дгалут откровение и потом он все эти обетования данные нашему народу понял в одном человеке что это Иешуа который есть мессия и который дает воскресение из мертвых как это будет мы понятия не имеем но если мы сегодня в наших компьютерах можем содержать такой объем информации насколько же Бог который создал все в своих архивах кранит информацию о каждом человеке который уже уме и о каждом человеке который все еще жив и написано об этом Иешуа говорит Бог знает какой цвет у тебя волос на твоей голове возможно ты красишь свои волосы каждую неделю и ты уже даже забыл с каким цветом волос ты родился но у Бога в архиве написано что у Леона в левой стороне головы волос отличается от правой стороны написано все потому Иешуа сказал у Бога нет мертвых и те которые умерли они находятся в другом мире нет там плоти и нет там крови но согласно Священным Писаниям есть личность и есть разум и есть душа и эта личность человека действенная и этот мир в Священных Писаниях назван Шеолем Шеол от слова Шеола вопрос скорее всего никто точно не знает но скорее всего когда человек умирает и переходит туда ему задают вопросы в Шеоле как в Викторине что где когда есть вопросы ну намного вопросы сложнее потому что там невозможно ничего скрыть все открыто очень и сам Бог задает человеку эти вопросы и все эти вопросы они похожи на суд потому что когда Бог тебе задает вопрос ты не сможешь ему голову заморочить и это нас приводит к выражениям Иешуа что кто верит в меня на суд не приходит стал ты лучшим человеком наверное нет но ты задействовал систему жертвы ты задействовал божественную систему что жизнь кого-то кто-то заплатил своей жизнью за тебя мы знаем что Иешуа заплатил и мы здесь приходим к такой простой вещи а хотим ли мы пойти на суд или не хотим чтобы чтобы сможем верить что не тян на Иешуа потому что каждый знает себя и знает свои проблемы и слабости и неспособность оправдаться перед Богом. Я думаю, что даже наши религиозные братья, когда на день искупления они берут эту птицу и пытаются перенести на нее все свои грехи, сильно в это не верят. Потому что что значит эта птица? Она хороша только для бульона. И нет других жертв. Нет храма. Нет как оправдаться. Поэтому воскресенье из мертвых это одно из основных вещей, во что мы верим. И не пойти на небесный суд единственный способ это быть с Иешуа. И воскреснуть из мертвых в Божьей славе это только Иешуа и его праведность. Возможно, я завершу чем-то странным. Я понял этот текст, когда мой папа умер. Я это не знал до этого. Если мы откроем Мессия 53 главу, мы все знаем потому что это пророчество Мессия. Кто помнит? Зокрем, כן? Если мы откроем Иешуа 53 главу, В синодальном переводе в 11 стихе написано на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Аз кан хамашмаут здесь такое значение хамашмаут кан значение здесь ше альпи ше анахну на кир ото что посредством того, что мы узнаем его он нас оправдает. Если ты узнал его силу жертвы и воскресения из мертвых тогда он тебя оправдает. Я всю свою жизнь понимал это так. Но когда мой отец умер мы прочитали эти стихи на иврите. мейла навшо ире и жба бедаато яцдик цадик авадей лерабим авди лерабим и это кстати толкование хазала что здесь написано что-то другое здесь написано что только на основе его мнения он праведник оправдает того кого он хочет и что их грехи он сможет очистить. Это другой смысл не то что мы учили. там первое значение это если мы узнали его то нам он простит. А здесь написано что он праведник и согласно его только решению и мнению он будет делать что ему угодно. он может оправдать или нет. И когда я увидел это место Писания я вначале испугался потому что это ломает обычную доктрину. но потом я вспомнил те Писания которые Ишуа сказал про себя. Он сказал мой отец сейчас никого не судит. но весь суд отдал сыну он дал мне судить весь мир. То есть Ишуа становится этим великим судьёй. И многие из нас видели фильмы или даже присутствовали на судах. И мы видели что иногда сидит судья и согласно закону он должен судить человека. но у него есть власть и он говорит встань и ты свободен. Почему он это сделал? Он рассчитал на свой разум. Он прочувствовал подумал если я этого человека посажу в тюрьму он будет хуже чем сейчас испокается и изменится. здесь написано здесь написано про что-то похожее. На что это мне намекает? На хесед Илухим арбе יותר гад на на Божью милость больше чем мы можем при себе представить и может быть мы думали про кого-то что Бог вот точно его ват отправит но согласно тому что здесь написано что он праведник оправдает так как ему захочется и я уверен что способность Иешуа увидеть человека его мысли его чувства и разум намного превышает нашу способность поэтому про воскресение верующих очень важно помнить и верить и понимать что наша вера в Сына Человеческая в Божьего Сына и что Он первый воскрес из мертвых это наша победа и наша свобода это открытие сил грядущего мира над этим миром я очень верю что мы увидим как эти вещи действуют в этом мире все больше и больше давайте мы встанем я сегодня говорил больше вопросами чем ответами но я молюсь чтобы Святой Дух сможет положить на нас печать что мы принадлежим Богу написано что Он Мой 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 в Мессии я молюсь чтобы ты дал исцеление тем которые ищут исцеление и исцеление души тем которые ищут исцеление души и исцеление семьи тем кто ищет исцеление семью я молюсь Отец чтобы ты помог нам возрастать в тебе укрепляться в нашей вере в Ишуа Бен-Элухим и в Текумат Минаммитим помоги нам скажем Амин имбарек лиха одонай в ишмириха яяр одонай в панавелиха в сухонаха исца одонай в панавелиха в ищем в тебе шалом Амин и бурак Субтитры создавал DimaTorzok